Этот ролик мы начнем со следующего примечательного опыта. Здесь у меня стоит трехлитровая банка и я поставлю с другой стороны от себя на подставочку шарик от пинг-понга. А теперь возьму в руку трубку и дуну на шарик прямо сквозь банку. Кажется, что ничего не должно произойти, но шарик, тем не менее, слетает с опоры. Ну и спрашивается, а каким образом воздух добрался до шарика, если между мной и шариком стояло широкое препятствие. Еще один вариант этого опыта делается с горячей свечой. Я подношу трубку, навожу ее на свечку. Чуть было не задол, видно, что воздушный поток достигает свечи, но она горит слишком сильно и мне не удается сбить пламя. Давайте еще раз попробую. Свеча на мгновение гаснет, но все-таки снова восстанавливается. Ну последняя попытка. Нет, не задул. Но, тем не менее, вопрос остается. Видно, что воздушный поток, который направлен на банку, тем не менее, достигает свечи и нам надо объяснить, каким образом это происходит. Люди, сведующие во всяких эффектах, скажут нам, ну все понятно, ведь это эффект Каанда. Именно он заставляет струю прилипать к поверхности банки и достигать потом шарика или свечи. Но, тем не менее, дать название эффекту, это еще не значит объяснить. А как физики, мы должны ответить на вопрос, а какие силы заставляют струю прилипать к поверхности банки и двигаться вдоль поверхности? Почему струя не разлетается, налетев на банку? И объяснением мы с вами сейчас займемся. Когда струя воздуха налетает на банку, она разделяется на две части. И казалось бы, дальше этим частям естественно двигаться по инерции прямолинейно и равномерно. И это так бы и происходило, если бы воздух не имел вязкости. Однако картина меняется из-за вязкого трения струя неподвижный воздух, который находится в узком клине между струей и поверхностью банки. Воздух из этого клина увлекается струей и давление внутри клина понижается. Внешне атмосферное давление больше этого пониженного и возникшая разность давлений загибает струю вокруг банки. Теперь клин переместился в новое место. Воздух вновь выкачивается из него за счет вязкого трения, давление внутри клина снова падает, атмосферное давление снова загибает струю и таким образом обе струи прилипают к банке. В итоге они встречаются за банкой. Конечно, уже не такой узкой струей, которая налетала на банку, но все же достаточной для того, чтобы сбросить шарик или задуть свечу. Эффект коанды часто смешивают с еще одним похожим на него эффектом, который называют эффектом чайника. Этот эффект проявляет себя, когда мы наклоняем чайник не очень сильно, и струя, вместо того, чтобы течь из носика чайника, начинает стекать по самому носику. Наблюдать за эффектом чайника можно также, направив тонкую струю воды сверху на круглую трубу. Разница же между этими двумя эффектами состоит в том, что если в эффекте коанда отклонение струи воздуха происходило за счет вязкого трения, то в эффекте чайника такое же отклонение струи воды обеспечивается поверхностным натяжением воды. Анарикоанда, с именем которого связывается открытие всех этих эффектов, был румынским изобретателем и авиаконструктором. В 1910 году он построил самолет необычной конструкции, в котором поршневой двигатель наглетал воздух для последующего создания реактивной тяги. Легенда говорит, что при попытке первого взлета реактивная струя сожгла его хвостовое оперение. Эффект прилипания воздушной или водяной струи к цилиндрической поверхности тоже был обнаружен Андрикоандой. И будучи авиаконструктором, он подумал, что этот эффект можно использовать для создания подъемной силы. А я сейчас продемонстрирую возникновение этой силы. Все на той же установке. Кладу цилиндр на опору, только теперь я его ничем не подкрепляю, чтобы он мог свободно кататься. И начинаю поливать его струей. И вы видите, что цилиндр движется в ту сторону, с которой он обтекается струей. Поскольку струя отклоняется влево, это означает, что на нее действует сила со стороны цилида, направленная влево. Тем самым, по третьему закону Ньютона, на цилиндр со стороны струей действует такая же по величине сила, направленная вправо. И этот же самый опыт я могу проделать и с воздушной струей, создав ее с помощью фена. Посмотрите, как быстро двигался цилиндр. А ведь я включил фен на единичку, а не на двойку. И здесь надо сказать, что сама необычность эффекта Каанда вдохновляла разных изобретателей на создание самых удивительных летающих устройств – грибов, зонтиков и прочих летающих тарелок. Ну, правда, ни одна из этих конструкций так и не сумела проявить каких-то высоких летных качеств, если они и отрывались от земли, то летали очень и очень невысоко. И все же эффект Каанда применяется в авиации, но очень ограниченно – в самолетах с укороченным взлетом и посадкой. Идея состоит в том, чтобы поставить двигатели над крылом и направить струю двигателя вдоль отклоненных закрылков вниз, тем самым увеличив подъемную силу. Однако за этот эффект приходится платить уменьшением кризисской скорости, так что применение таких машин достаточно ограничено. Наш рассказ подошел к концу, и все-таки я остался неудовлетворен тем, что мне не удалось погасить свечу своим дыханием в начале этого ролика. И тут мне пришла в голову мысль – а что, если попробовать сделать это с большего расстояния? Набираю полные легкие и затуваю свечу с такого расстояния без особых проблем. И вот оказывается, что погасить свечу, стоящую за банкой, с большего расстояния существенно проще, чем с ближнего. Это выглядит странным, но тем не менее нам надо это объяснить. И ваши соображения на этот счет вы можете писать в комментариях к этому ролику на ютубе.